Антон Литвинов, житель Севастополя, получил производственную травму и потерял кисть руки. Хотел получить высокотехнологичный протез, но найти его в своем городе не смог. Подключили, показали, рассказывают, как это все происходит. И вы знаете, действительно, я уже имею опыт использования протезов другого класса. И эти протезы, они во много раз превосходят в плане комфорта и удобства. Но предыдущий протез позволял выполнять только простейшие действия. У нового кисть заряжается от зарядного устройства на магнитной присоске и может выполнять 50 различных видов захватов. Сама технология работает с помощью мышц. Мышц на приведение или отведение. То есть есть два датчика, которые устанавливаются на оставшуюся группу мышц после ампутации. И этими мышцами можно будет управлять своим протезом. Основа протеза – культиприемная гильза. Пациент обращается в мастерскую, ему снимают слепок и изготавливают основу для электродов, считывающих сигнал. Это многосхватная кисть, которая управляется с помощью двух ХМГ-электродов. Они считывают миопотенциал и изменяют схваты, захватывают предмет или разжимают кисть наоборот. С помощью протеза можно писать письма, работать за компьютером, держать кружку и многое другое. Но для занятий спортом или работы лучше использовать другие протезы. Протез прост в управлении. Он с помощью электродов подключается к мышечной системе. После компьютер внутри кисти обрабатывает сигнал и приводит ее в движение. Участники встречи отмечают, что такие технологии должны развиваться, и люди должны о них знать. Илья Кутузов, Саид Валиляев, телеканал Меллет.